Военное обозрение проект ЗЗ Санкции против России никакого толку Вчера, 7.36 проект ЗЗ Санкции против России? Никакого толку Одна из главных тем в западной прессе Годовщина санкций, введенных США, ЕС и их союзниками против России в марте прошлого года Западные аналитики пришли к выводу, что существенного негативного влияния на товарооборот между США и РФ санкций не оказали Затронув лишь деловые ожидания и настроения Европейские эксперты эффективность запретительных мер тоже оценили низко Есть даже мнение, что санкции дали обратный эффект Кенни Тропоза Форбис напоминает, что с момента введения первых санкций против России минул год С марта прошлого года американский импорт российских товаров уменьшился на 3 миллиарда долларов Эксперты утверждают, что это всего около 10% от общего объема торговли между старыми соперниками И все? Обозреватель замечает, что Россия и США не так уж много торгуют друг с другом, чтобы воздействие санкций можно было заметить По данным Американского бюро экономической статистики, в 2014 году объем двусторонней торговли между двумя государствами составил 34,3 миллиарда дол Для сравнения, в 2013 году – 38 миллиардов дол У США по-прежнему сохраняется дефицит торгового баланса с Россией, но он сократился в прошлом году до 12,9 миллиарда дол По сравнению с дефицитом 2013 года в размере 15,9 миллиарда дол Санкции начались с марта 2014 года Значит, и считать надо с марта Так вот, с марта по декабрь 2014 года США импортировали российских товаров на сумму 19,92 миллиарда дол Для сравнения – 22,97 миллиарда дол За тот же период 2013 года Отраслевые санкции были задействованы в июле 2014 года Министерство финансов США запретило американским компаниям вести дело с некоторыми из самых крупных российских банков и всеми основными энергетическими компаниями С июля по декабрь прошлого года импорт США из России составил 10,9 миллиарда дол По сравнению с 13,2 миллиарда дол За тот же период в 2013 году Теперь об экспорте В период с марта по декабрь 2014 года экспорт из США составил 8,94 миллиарда дол По сравнению с 9,4 миллиарда дол В 2013 году Отраслевые санкции начались в июле Американские поставки в Россию оцениваются в 4,8 миллиарда дол По сравнению с 5,8 миллиарда дол За соответствующий период в 2013 году Теперь о новейших показателях В январе 2015 года американский экспорт составил 644 миллиона дол По сравнению с 891 миллиона дол За январь 2014 года Однако автор напоминает о показателе января 2013 года 693 миллиона дол Автор напоминает и о том, что не всех американских компаний коснулись меры, запрещающие сотрудничать с русскими По мнению аналитика, санкции не оказали существенного отрицательного воздействия на экономику России Можно говорить лишь о негативном воздействии на деловые ожидания Тем не менее, инвесторы по-прежнему считают, что в России есть хорошие возможности для капиталовложений Мало того, управляющие компании, опрошенные институтом CFA В прошлом месяце поставили Россию на четвертое место среди основных финансовых рынков Российская Федерация уступила только Китаю, Индии Второе и третье места, из США, первое место Вывод американского обозревателя целиком согласуется с мнением его европейских коллег и экспертов Надеуще Well, вышла статья Андрея Калиеха Автор опросил ряд экспертов, и все они невысоко оценили эффективность западных санкций, введенных в отношении Москвы На вопросы корреспондента DW ответили немецкий, польский и российские эксперты Немецкий политолог, старший научный сотрудник Института Евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд сказал Deutsche Welle, что первые санкции дали обратный эффект Из-за половинчатости санкций Западу не удалось ничего не добиться, и даже наоборот, Россия получила сигнал, что реакция на ее экспансию будет умеренной Тем самым санкции некоторым образом способствовали внешнеполитическому авантюризму Москвы От второго, секторального, этапа санкций эффект был смешанным С одной стороны, Западу не удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта С другой, последствия секторальных санкций могут быть гораздо серьезнее Помимо конкретных ограничений, они дали понять международному сообществу и бизнесу, что Запад больше не доверяет России, сказал Андреас Умланд А вот что думает эксперт из Варшавы, директор польско-канадской программы поддержки демократии на Украине Адам Заур В качестве политического инструмента они – санкции О. Ч. Пока не оправдывают себя, Крым остается частью России Мало того, уже при санкциях начался конфликт в Донбассе Экономический эффект их также сомнителен Во всяком случае, не они являются главной причиной растущей рецессии в России Последним в материале приводится мнение российского эксперта На вопрос корреспондента ответил Сергей Маркедонов, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ По его словам, Западу не удалось достичь главного, если под целью санкций понимается принуждение России к отказу от каких-то внешнеполитических целей, то они не принесли результата К массовому социальному протесту против властей внешнее давление также не привело Расчет на то, что в обществе будет расти разочарование от присоединения Крыма и недовольства режимом, не оправдался Наоборот, пока санкции привели не к ослаблению, а к укреплению позиций российских властей и усилению антизападных настроений Что касается вероятного продления санкций против РФ, то здесь западные политики солидарности не проявляют Речь не просто о спорах, а о глубоких разногласиях Алекс Баркер и Петер Шпигель Алекс Баркер и Питер Шпигель В репортаже из Брюсселя, опубликованном во влиятельной газете Financial Times, сообщили о разногласиях по поводу расширения евросанкций в отношении России Призывы к продлению санкций ЕС против России не встречают у многих политиков Европы понимания Алекс Баркер и Петер Шпигель пишут о глубоких разногласиях по поводу того, как Евросоюз должен противостоять Москве и разрешать кризис на Украине В число истребов санкционеров, отмечают журналисты, входит сегодня Великобритания, Северное и Балтийские государства Они хотят как минимум продлить запретительные меры в отношении энергетических, финансовых и оборонных секторов России, срок действия которых истекает в июле По мнению истребов, такое продление позволило бы принудить Москву соблюдать условия перемирия на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями, а также передать Киеву контроль над границами к концу 2015 года Сторонники санкции уверены, что в таком случае Евросоюз получит проверенный инструмент наказания непокорной России Есть и запасной вариант, объявить, что санкции с Москвы не будут сняты до тех пор, пока Минское соглашение не будет полностью реализовано Однако даже такая смягченная формулировка от санкционеров, по мнению ряда дипломатов, может встретить возражение Политики в Евросоюзе уже не скрывают ни разногласий, ни взаимного раздражения Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хамонт призвал сохранять санкции до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены А Себастьян Курц, его австрийский коллега, заявил в ответ, что принимать сейчас решение о санкциях против России необходимости нет Молодой министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц Высокопоставленные представители ЕС говорят о дипломатическом тупике, поскольку продление санкций возможно лишь при одобрении всех 28 государств-членов Один высокопоставленный чиновник ЕС, участвующий в переговорах, сказал изданию Если мы не примем решение в самое ближайшее время, мы станем все более уязвимы для российской пропаганды, имеющей целью раскол ЕС Итак, добавим от себя, американские и европейские эксперты в один голос признают, санкции не дали того эффекта, на который рассчитывал Запад Ни экономического, ожидаемой катастрофы в России не случилось, а инвесторы, несмотря на дутые рейтинги от иных агентств, по-прежнему считают Россию привлекательной страной для коповложений Ни политического, Москва не собирается возвращать Крым Мало того, санкции Запада консолидировали в России народ и власти в очередной раз дали понять россиянам, США и та часть Европы, что пляшет под американскую дудку Геополитические враги России Холодная война продолжается, и боссы в Вашингтоне этого не скрывают Именно поэтому против России была запущена политика сдерживания, и в Москву прилетел посол Джон Тефт, специалист по цветным революциям Что ж, теперь все расставлено по своим местам Если при Горбачеве советские люди идеализировали Америку, то теперь ее имидж потускнел и облез Кока-кола, джинсы и сосиски из Макдональдса русских больше не вдохновляют Продолжение следует...